Здесь дамы в пышных платьях кружатся в танцы под руку со своими кавалерами. В Барнаульской Титофарене участники инклюзивного бала окунулись в эпоху 19 века. Каждый шаг репетировали буквально несколько месяцев. Исполняли сложные танцы. Полонез, павану, несколько вальсов, марш и танго. Все движения участники разучивали с профессиональным хореографом Александром Пифтораком. Движения были все адаптированы, что их мог исполнить любой человек с любой нозологией. То есть что слабослышащий, что слабовижащий, что инвалид на коляске. То есть для каждого мы подбирали и адаптировали движения, смотря под его физиологические способности. К слову, танцоры здесь не только люди с инвалидностью, но и обычные волонтеры. У нас формат равный-равный. То есть это не бал для инвалидов, это бал, который учат ребят-волонтеров и инвалидов общаться вместе. Взаимодействовать, помогать друг другу, обмениваться телефонами, неформально общаться. Роли на балу у всех разные. Партнеры по танцам, те, кто управляет инвалидными колясками и многие другие. Это ребята, которые будут сопровождая всех наших гостей на балу. То есть навигация, регистрация и быть помощниками каждому нашему участнику. И помимо этого у нас есть медиа-волонтеры, которые будут снимать процесс видео и фото. Гости о танцах отзываются с трепетом. Здесь, по их словам, каждая дама почувствует себя королевой, а мужчина – галантным джентльменом. Танцы для нас – это второе дыхание. Поэтому такое событие мы пропустить не могли. И мы здесь будем наслаждаться происходящим. Кстати, такие балы проводят уже в восьми городах России. Но в Барнауле это впервые. Организаторы надеются, что для краевой столицы это станет ежегодной традицией. Анна Москаленко, Таисия Чемесова, Денис Кузьменко. Новости.